Я бы хотела представить очень кратко роль международной организации нашей, АйАрк. Это национальный, это МИАИР и ГИРКР. Я абсолютно убеждена, что вы прекрасно знаете наш национальный регистр. Это института изучения рака. И на данный момент мы празднуем уже 15-ю годовщину. 50-ю, извините, годовщину. В 1965 году была она основана, это институт изучения рака под эгидой ВОЗ для противодействия онкологическим заболеваниям. Из-за географической близости изначально наша штаб-квартира была в Лионе, во Франции, чтобы мы были гораздо ближе к ВОЗ, к штаб-квартире ВОЗ в Женеве. И затем мы переехали в другой город для того, чтобы мы могли дальше работать, в АйАрк. Мы сегодня представлены в большом количестве государств. И вы видите, что в России мы представлены также. Самый основной лозунг нашего международного агентства по изучению рака, или МАИР, это прежде всего взять под контроль онкологические заболевания. Это прежде всего описать чистоту или встречаемость, это понять причины и также внести свою лепту в лечение онкологических заболеваний. Откуда я приехала? Я к вам приехала непосредственно из секции нашей организации, которая называется Cancer Surveillance. Мы прежде всего собираем данные по всему абсолютно миру и включаем ее в одну глобальную базу данных. И на самом деле мы смотрим на эпидемиологию, мы смотрим на возможности исследований. И самая важная наша цель, которую мы преследуем уже 50 лет нашей работы, это понять и поддерживать регистры. Мы предоставляем тренинги, мы предоставляем стандарты, руководство, стандартные методики, стандартные инструменты. Таким образом, чтобы у нас были сравнимые данные в регистрах онкологических по всему миру. Наши основные базы данных, которые у нас есть сегодня, которые мы распространяем на повстоянной основе, это вот эти три базы данных. Это Cancer Incidence на пяти континентах, то есть встречаемость рака на пяти континентах, которую мы называем C15. Мы ее будем использовать на наших упражнениях, мы будем использовать ее на практических секциях непосредственно. И вы гораздо больше узнаете, что непосредственно туда включено и как с ней работать. То есть это база данных CI5. Она была изначально опубликована в пяти разных континентах. Сегодня это у нас прекрасный инструмент, который позволяет вам... Это гибкий инструмент, который вы можете адаптировать под ваши цели. Затем, вот давайте посмотрим на него. Это как раз десятое издание, которое включает в себя данные из разнообразных регистров по всему миру. На пяти континентах, как я уже сказала. И все эти данные собираются в единый регистр. Он проходит очень жесткий контроль качества. Некоторые из этих данных принимаются к публикациям, вот таким международным, в рамках данного регистра. Обычно такие публикации происходят раз в пять лет. Последняя была опубликована с 2013 до 2017 года. Вы видите, что до десятого издания у нас уже 400 разнообразных национальностей и стран были включены. И вот у нас еще один проект по базе данных есть, который также мы используем по всему миру. Это Globacan. Это немножко другая база данных, которая включает в себя не только инцидентность, но также смертность, распространенность и качество жизни. Также смертность. Вот вы видите, что здесь мы также собираем базу данных по всем странам на пяти континентах. И если мы сравним с предыдущей базой данных, о которых я говорила, которая является фактическим регистром, Globacan дает также предварительные или, так скажем, расчетные данные на будущее. Поэтому на данный момент последнее издание, которое было опубликовано в 2012 году, дает нам расчеты по всем странам до 2015 года. Там, где у нас нет данных по инцидентности, то тогда мы основываем свои прогнозы на любых других данных. Например, это данные по качеству жизни или смертности, или факторам риска и так далее. Если мы с вами посмотрим на Globacan, то это данные, которые у нас поступают от клиницистов, от онкологического, медицинского, в основном сообщества, потому что это непосредственно те самые данные, которые мы используем, на основании которых мы вот такие карты создаем, оценочные, которые включают глобальную ситуацию. Вы, например, можете посмотреть, какие у нас самые распространенные типы рака, по каким регионам. Вы можете посмотреть на мужчину и женщину. Безусловно, это РМЖ в основном и цервикальный рак в красной части. Например, на этом графике, особенно в субкваториальной Африке, это распространенные как раз типы рака. Затем вы можете посмотреть на мужчин, например, вот карта по мужчинам. Вы видите, здесь гораздо большая вариабельность разнообразных типов локализации англогических заболеваний. И глобальное отслеживание, так же, как и глобальный мониторинг, являются очень важными моментами. Потому что то, что мы мониторируем прежде, это переходы или изменения, так скажем, в паттернах. Вот видите, был такой исторический переход от инфекционных к неинфекционным заболеваниям. То есть бремя сильно изменилось. Вы видите, так же в профиле онкологических заболеваний серьезные есть изменения и переходы. Они по-разному варьируются, типы рака, в зависимости от того, какой доход у этих стран. Соответственно, там, где у нас высокий доход, например, у стран, там будет рак предстательной железы. В Центральной и Восточной Европе, в России, это в основном рак легких у мужчин. Это зависит от доходов населения. И в зависимости от этих данных мы также можем дать оценку на будущее по стране. И по мере того, как у нас все больше и больше данных поступает, мы можем, так скажем, их калибровать или задавать им определенные масштабы. Вот посмотрите, мы можем посмотреть на самые распространенные локализации. Справа, слева, опять-таки, гендерное распределение по мужчинам, по женщинам мы можем посмотреть. И в дальнейшем у нас будет еще одна презентация, которая вам покажет, как использовать разные базы данных, как вводить туда данные и как эти данные можно использовать. Ну, вот это, например, опять-таки, распространенность разных типов рака в Российской Федерации. Мы можем здесь посмотреть на пропорции, на количество пациентов, можем посмотреть на гендерное распределение. И вы можете сравнить с другими странами, посмотреть на стандартизацию данных, и у нас будет такое упражнение с вами в рамках нашего семинара. Как я уже говорила, очень многие данные, которые сегодня доступны, не базируются на данных из регистра. И на самом деле МАИР работает с регистрами, онкологическими регистрами по всему миру. И в основном мы фокусируемся на странах с низким и средним доходом, где условия для регистрации не всегда идеальны. Потому что, может быть, недостаточно развитая инфраструктура для лечения онкологических больных и для регистрации также этих пациентов. Система может быть вообще бумажная, не компьютерная в некоторых странах. Иногда очень сложно в бедных странах, например, вообще диагностировать рак, потому что у нас нет гистопатологии вообще. Или она просто недоразвита, даже если такие лаборатории есть, они недостаточные данные дают. И для того, чтобы предоставить нам поддержку вот таким странам, мы в 2011 году начали глобальную инициативу по онкорегистрам. Это был такой проект развития, создание регистров. И мы уже с вами говорили о сети глобального мониторинга и о 25 показателях. И одна из них – это инцидентность или встречаемость рака на 100 тысяч населения, собранные по популяционным онкорегистрам. И GCR – это глобальная инициатива. ВОЗ, на самом деле, ее сегодня признает официальным инструментом для поддержки стран-участниц, для того, чтобы эти стран-участницы могли справиться с целями, которые перед ними ставит программа МАИР. Итак, основная идея – это предоставить поддержку, но не центральную поддержку, а очень таргетную поддержку, индивидуализированную в зависимости от хабов. Это региональные центры регистрации, которые находятся в шести странах и работают с хорошими регистрационными программами. У них сидит главный исследователь, который отвечает за работу в том или ином регионе, и который также сотрудничает с нами. Он как раз и отвечает за регистры на региональном уровне. Первый, который мы создали, первый хаб – это был в Мумбаи, в центре Ката Мемориал. Это был центр, который отвечал за Юго-Восточную Азию. Затем африканский регион, который покрывается Багаватериальной Африкой. И третий хаб – это хаб в Измерии, который включает Центральную и Восточную Азию, и также Северную Африку. И затем на данный момент мы создаем Карибский и Тихоокеанский хаб, который будет отвечать за острова. И вот это, наверное, самый важный слайд. который показывает нашу деятельность. Одна из основных ключевых наших ролей – это, прежде всего, предоставить тренинг, затем предоставить поддержку, как прямую, так и косвенную, предоставить систему контроля, систему определенной деятельности и поддержать создание сети. Эти хабы все имеют географическое распределение. Тем не менее, это достаточно гибкий подход, гибкая система, потому что мы предоставляем, например, обучающие программы, которые выходят за географические пределы хаба зачастую. Поэтому определенная гибкость есть. Это также изменяет фокус нашей деятельности для того, чтобы мы могли предоставить самую лучшую индивидуализированную поддержку для создания региональных регистров. И на этой карте вы видите деятельность глобальной инициативы. И что нам удалось создать на данный момент? Голубым цветом здесь помечены те страны, где есть хабы, которые являются региональными центрами. И оранжевым цветом это страны, где у нас была некая активность за последние два года. Либо мы делали какие-то визиты, предоставляли рекомендации этим странам, либо мы организовывали обучающие семинары и программы. Вы видите, что Казахстан помечен красным цветом, потому что приблизительно около года назад у нас был первый такой курс в Астане на русском языке. И этот курс тоже мы включили в подсчеты наши, потому что год назад мы в Астане запустили такой курс. Это был наш всего лишь второй курс на русском языке. И затем публикации у нас есть. Недавно мы сделали публикацию, она достаточно простая и очень практичная публикация. Является хорошим инструментом также для регистров. Вы можете этими публикациями воспользоваться, если вы хотите улучшить ваши регистры или деятельность в рамках регистра. Она дает вам практические советы и непосредственно то, что вам нужно принять во внимание, если вы запускаете новый регистр. На данный момент мы перевели ее на французский и на испанский, еще не перевели на русский. Но английскую версию вы можете скачать вот по этой ссылке, которая указана внизу. Итак, это конец моей презентации. Большое спасибо. И буду счастлива ответить на ваши вопросы, если таковые накопились. Если вопросов нет, то по времени мы успеваем нормально. Теперь можно перейти к практической, методологической нашей части. И Надя Димитрова сейчас представит свою презентацию и объяснит, что такое популяционные... приблизительно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...